15 человек на сервере. Вечер, пятница. Чем я занят? Правильно, 108 серии похождения на ядерном сервере. Давайте посмотрим, что у меня произошло. Сначала посмотреть, есть ли у меня резина, потому что у меня есть подозрение, что резина опять не производилась. Эти дурацкие печки нормально жгут дерево. Да, резина не производилась весь день. Все 20 часов, которые прошли с предыдущей записи. Так что можно смело возвращаться обратно. Хотя нет, знаете, я сейчас, наверное, прекращу запись и отбегу тут все просто, чтобы прогрузилось. Ну, вроде бы прогрузилось. Черт, я тут бегал и все думал, что я хочу, я хочу построить вторую секцию фермы. А вон там вот третью. Кстати, конечно же, надо сделать вот так. Чем я сегодня буду заниматься, я еще абсолютно не представляю. Сначала нужно сходить. Сначала нужно посмотреть, есть ли у меня джетпак. А-а, у меня нет джетпака. Он остался на зарядке. Ух, какие дырки в стенах. О, мне нужен уголь. Как вы считаете? По-моему, уже больше не надо. Просто надоело. Можно заняться чем-нибудь другим. В принципе, мне нужен другой уголь. И, о-о-о, как тут хорошо. И этим углем я сейчас, наверное, даже и займусь. Дело в том, что я обещал себе надевать солнечных батарей. Так, по-моему, вот этот сундук для вот такой резины. А это будет, ну, он будет полный. Если заэкстрактать, она экстрактается один к трем. Это будет три сундука резины. А это значит три сундука генераторов. Это много, это хорошо. Хотя, в принципе, дерево и саженцы. Саженцы я тоже уже отправляю в экстрактор. Ну, из них тоже получается кусочек резины. А слишком много их мне не нужно. Вот, вроде, да, они дают вполне приличный доход. Правда, если я тусю на сервере. Если я на сервере не тусю, моя резиновая фермочка не работает. Это к вопросу о форестере. Итак, давайте посмотрим, что у меня есть. Ну, я точно знаю, что у меня есть. Вот эти четыре сундука Ю-Материи полные. Значит, Ю-Материя должна была сверху отправиться вот сюда вот. Вау! 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 Скоро у меня кончится свободное место. То есть, можно начать что-нибудь делать. Ну, например, можно сейчас будет наделать олова. Правда, к моему вязчему сожалению, если у меня сюда поступает какой-то... Если у меня сюда будет поступать железо, то оловянная пыль у меня не сможет переработаться, потому что вот этот вот дурацкий фильтр будет забирать все время первый стек, куда все время что-то приезжает по чуть-чуть. И у меня будет работать, как сейчас. По-моему, у меня только одна... Нет, вроде бы больше одной печки работает. Не, две. Две печки работают нормально, все остальные не работают. Почему-то вот это железо не очень хочет попадать сюда. Хотя нет, он попадает, но целиком ее не забивает, к сожалению. Так что, если сюда будет попадать еще и пыль, ну, наверное, я не знаю, может быть, два фильтра поставить. Два фильтра будет выдергивать два стека. Вот этот вот и вот этот. Что в принципе... А, стоп, все нормально. Сюда же железо приезжает блоками. То есть иногда бывают промежутки времени, когда здесь нет ничего, и в печку ничего не отправляется. Пошли смотреть, сколько у меня пожаренного железа. Очень не кисло. Я думаю, что мне хватит на... О, ну, очень надолго. Так что теперь жареное железо будет жить здесь. У меня еще вот это есть, жареное железо. Но у меня, по-моему, кончается олово. Олово мне нужно не очень много, но... Батарейки-то делать из чего-то надо. Четыре штучки на батарейку. Так что, может быть, сейчас этим займусь. Все, нормально. Что, кстати, здесь? Наверняка вот здесь полный батарейок. Так и есть. Потому что у меня кончились печки. Так, где я храню? Я их храню, по-моему... Нет, где я храню генераторы? А их нигде не храню. Наверное, генераторы это части машин, потому что я из них буду делать солнечные батареи. И буду хранить их здесь. Пока что ничего устанавливать не буду. У меня нету ясной концепции, что именно и как должно выглядеть. У... Жареного железа-то мне столько не нужно было. И есть все. Нормально. Пока что оставим эту машину, как она есть. Вроде бы, обыкновенного железа мне достаточно. Стоп. Это... Нет. Несу. Отсюда. И пока хватит. Может быть, сейчас поиграюсь с черепахами, которые ремонтируют у меня там сверху мои замечательные генераторные колонны. Что они там пишут? Ой, не умею я читать, когда пишут букву Я вместо... О, цифру 9 вместо буквы Я. К сожалению, у меня это получается очень плохо. Ну ладно, этот джетпак вроде нормальный. Можно смело идти наверх. Может быть, наверное, даже сейчас я тут начну что-нибудь строить. В принципе, идея очень простая. У меня хватает земли для того, чтобы тут все засыпать землей. И сделать ее зелененькой травкой, веселенькой, поставить тут домик и начать в нем жить. Но пока я хочу посмотреть на очень важную вещь. Я хочу посмотреть, что происходит с моими черепахами. Потому что я в них не уверен. Стоп. Куда я вообще лечу? Туда вот надо лететь. Да. У меня не получится залезть с такой высоты. А переодевать джетпак в воздухе я еще не умею. Есть какой-то мод, который позволяет менять броню по хабгею. Но я о нем только слышал. Так что, может быть, придется писать самому. Кстати, наверное, не очень сложно. Что у нас тут? У нас тут потихонечку ломается. Скоро нужно будет запускать их еще раз. Вот этих черепах, каждый по стеку виндмилов. И вот, кстати, вот это уже сломанные генераторы, которые 20 штучек оставлю для того, чтобы у меня был эталон, с чем черепахи сравнивают живые генераторы. А вот эти вот, вот эти я починю. Но ведь они починятся, правда. И наверх теперь можно отправлять только железо. Потому что количество генераторов у меня всегда константно. Они, правда, некоторые из них ветряные, а некоторые из них не ветряные. Но больше всего меня интересует ситуация сверху. С этими черепахами ничего страшного. Их надо оставить на ночь. Они медленно, но верно пройдутся по моим генераторам и починят их. А что у нас происходит здесь? Мусор тут не валяется. О, я вижу, что тут едет скраб. Это значит, что-то происходит. Этот сундучок пустой, что приятно. Ну, тут очень простая установка. Вот этот сундучок ловит половинки, которые сюда доезжают. Ну, если все генераторы заняты. И очень медленно их отправляет обратно. Медленно для того, чтобы, ну, если сразу сюда закинуть 64 стека, тут все забьется и уедет выплюнится там. Что меня абсолютно не устраивает. Что-то у меня, кажется, проблемы. У меня, кажется, серьезные проблемы. Потому что только половина генераторов работает. Это значит, что-то случилось с теми пятерыми черепахами. Я, на самом деле, не очень счастлив в том, что с ними что-то может случиться. Потому что я на них возлагал большие надежды. Вообще зашибись. Им нечего делать. И они пустые. А что это они пустые? Почему они пустые? Очень интересное кино. Неужели они так быстро работают, что им всего хватает? А, тут еще вот эти столики из вот этих сундуков достают. Да, с этим... С этим проблема. Дай-ка, ой, ё. Я им дам чего перерабатывать и посмотрю, запустятся они или нет. Вперед. Ну, да. Им всего хватает, они работают. То есть, в принципе, у меня не хватает камня для того, чтобы их всех задействовать. То есть, можно смело сносить... Я боюсь, можно смело сносить все эти столики и оставить тут десяток черепах. Их здесь хватит. Ой-ё. Вот такие пироги. Кстати, я не проверил еще одну штуку. Я не проверил... Сколько у меня тут камня скопилось? У меня тут не скопилось камня. То есть, весь камень, который есть в этих сундуках... Который появляется в этих сундуках... Аккуратненько вытаскивается и отправляется туда. То есть, вроде бы, проблемы нигде нету. Это приятно, что у меня порядок в королевстве. Ладно, давайте придумаем что-нибудь более интересное. Я смотрел свои вводения. Что у нас есть? У нас есть перфилиус. Можно к перфилиусу сходить. Ну, на самом деле... Можно сходить к Мехошу. У него вроде бы интересно, но мы у него уже были. У него большая белая башня. А кому-нибудь еще? Не знаю. Наверное, не в этой серии. Завтра выходные. Завтра сходим. Да, я собираюсь записать много серий на всю неделю, чтобы хватило. Но это не значит, что я не буду заходить в Майнкрафт в будни. Но у меня начался сезон работы. Итак. Чем можно сделать? Можно заняться двумя делами. Во-первых... Во-первых, я хочу запустить снизу... Моих черепах, которые... Чинят... Так, стоп. Во-первых, я хочу зарядить ботинки. А во-вторых, рассказать вам, что я хочу сделать. Во-первых, запустить всех черепах, которые чинят вот эти вот колонны. Потому что у меня достаточно много стеков генераторов. Я думаю, что если загрузить в черепаху стек генераторов, ей хватит. Для того, чтобы доехать все 15 колонн до конца. Кстати, нужно... Не 15, нужно 16. Как показала практика. Кстати, я не считал, сколько их там можно посчитать. В принципе, я насчитал 15. 14 на 14 умещается ровно. И еще по 15-му ряду около... О, кстати, об этом имеет смысл рассказать. Об этом имеет смысл рассказать. Пошли показывать. Так вот. 14 на 14 умещается ровненько. Эй, ничего, не могу упасть сюда. Вот. С расстояниями 3 до вот этих вот колонн. Кстати, расстояние хорошее. Да, генераторы начали ломаться. То есть, если бы я сделал расстояние 4, у меня бы тут был железный дождь. Но самые дальние, кстати, посчитаю их все-таки. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать. Опа! Я наврал их 16 на 16. Так вот. Вот эти вот колонны все еще нормально установлены на расстоянии 3 от всего. Но есть еще и вот эти, которые установлены на расстоянии единичка от вот этих колонн. Защитных колонн. Ну и на 3. Ну потому что все на 3 от этой стороны. В чем фишка? На самом деле абсолютно все равно, в каком месте находится эта защитная колонна. Потому что она просто является дополнительным блоком, который мешает им генерировать слишком много электроэнергии. Ну и прекрасно. Он может быть установлен как на расстоянии единичка. Главное, чтобы он был всего один, а не больше. Так что нормально. Итак, теперь я знаю, что их 16. Ну что ж, если их 16, то можно запустить. Процесс очень простой. У меня 7 черепах. Я куда-то потерял 8. У меня закралось подожрение, что ее спер фарк. Ну, может случайно. Может не случайно. Но в общем она пропала когда-то в момент, когда здесь был фарк. Так, мне нужны вот эти. Мне нужны вот эти. Ну, кстати, все, наверное, возьму. И мне нужно какое-то безобразное количество топлива для этих черепах. Потому что все-таки ей нужно не подняться вверх и опуститься вверх. Ей нужно подняться вверх и опуститься вниз. Сейчас 16 раз подряд. Это, в общем-то, требует. Может, куколь начать использовать. Одного стека угля это. Нет, одного стека угля это слишком много. В общем, все очень просто. Черепахи устанавливаются вот сюда вот. Смотрят в ту сторону, куда они сейчас поедут. Ай. И я сейчас себе забью карманы. Кстати, у меня 14. У меня, кстати, есть 14 генераторов. То есть можно их аккуратненько заполнить. В первый слот то, с чем сравнивать. В вторые слоты вот это хозяйство. Топливо пока им давать не буду. Потому что запускать топливо туда нужно очень интересным образом. Кстати, не обязательно полные стеки. Можно и не полный стек. Но... О, стоп, что я делаю. Можно сделать вот так вот. Вот эти вот, которые совсем крайне справа, можно давать не очень много генераторов. Потому что я там недавно уже запускал процедуру починки. И то, что я запускаю туда черепах, это скорее всего для проформы, нежели для актуальной починки. Ух ты, ты смотри, ровно 14 штучек. Это вообще просто прекрасно. Ну и, соответственно, они едут вверх-вниз, сверяют, если они обнаружили генератор, они его здесь обнаружат. А, нет, здесь нормальный генератор. Если, в общем, они обнаружили печку, то они ее заменяют на вот такой генератор. А теперь нужно еще 14 стеков топлива, которого у меня, к сожалению, нету. Ну, то есть оно у меня есть. Но оно у меня не готово. Да, я пока топлю вот этими штучками. А это прекрасное топливо. Но, кстати, наверное, скоро придется перейти на все-таки более каварийные виды. Так, и вот это мне тоже не нужно. Все. Что делать с этими проводами? А, эти провода я буду сажать наверху к солнечной батарее, но позже. В общем, все интересно. Я говорю T-FIX-GEN-S. 16 штук. Запускаю ее. Ой, как? Эта программа называется FIX-GEN? Хорошо. Запускаю и тут же кладу ей еще стек этих самых штучек. Фишка в том, что как только она обнаружит, что ей нечего кушать, что она голодная, она из этого свота еще раз эти лесенки сожрет. То есть, в принципе, можно делать вот так вот. Но обязательно нужно добавлять, потому что я точно знаю, что стека лесенок им не хватает для того, чтобы доехать до самого конца. Они остановятся посередине. Именно поэтому я запускаю вот эти два ряда, потому что эти два ряда починены наполовину где-то. Но пусть сначала пройдут для того, чтобы они все остановились примерно в одно и то же время. FIX-GEN 16. Вперед, держи еду. И вот чем-то таким я собираюсь заняться еще четыре раза подряд, но за камерой. Кажись, без происшествия все запущены. Ну, кстати, можно было не выключать запись, но выключил ее для того, чтобы... Да, у меня есть с собой джетак, все нормально. Для того, чтобы вот такие вот моменты не записывать. Таких моментов, к счастью, не случилось. Итак, что дальше? Дальше, в принципе, можно пойти посмотреть, чем занимается фарк. Ой, куда я пошел? А, ну да, он по-другому пишется. Ужас. А, это у Михоша. Ну, телепортился к фарку, пришел к Михошу. У Михоша скрапогенераторная фабрика. Это землекопательные колодцы, которые запитаны электричеством. Я, правда, не очень понимаю, почему он использует моторчики, а не трубы и один очень большой мотор. Этим моторчикам же, черт возьми, еще нужно понижать электричество, ну, то есть трансформаторы ставить. И вообще они всяческие, не знаю... Я вот тут точно трубу поставил, один большой мотор вот здесь вот. Ну, в общем, он вот так вот производит материал для того, чтобы ресайклить. Вчера у него был еще один такой набор этих штук. Теперь у него два набора таких штук. Ну, и, соответственно, все запихивается в ресайклеры. Хе-хе. Если ему сюда поставить... Ой. Ух ты. Как их можно легко... С вылушайте. А у меня есть идея. Смотрите. Правда, это чревато... То есть не чревато, а это потребует наличия... Ой-ё. Это потребует наличия какого-то очень серьезного перезаряжательного механизма. Так вот. Майнинг лазер. В... Лонг... Нет, не лонг рейдж. В горизонтово рейнже. Эм... Ладно. Чипок. Клево. Чипок. 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 Но надо ему починить эту штуку. А то у него сейчас все вообще ужасно сломается. А, да. У него... У него все... Сейчас меня побьют, забанят за... 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 за гриферство. Ладно. Придется ему это все почистить и грануть на базу. Интересно. Да, земля у него должна была повыпрыгивать. Ой-ё. Тут вылезти-то можно? Ой-ё. Как я все ужасно сделаю. Ну, в общем, эти штуки можно... Стоп, это редстонная труба, это плохо. Уничтожать лазером. И это будет намного лучше, чем уничтожать их деплойером. О, то есть блокбрейкером. Все, я вам все вернул. Что такое? Что не нравится? Что он заскрапит это? Ой. Я упал. Кстати, по-моему, туда нельзя залетать. На обыкновенном джетпаке нужно одевать... Ой-ой-ой-ой. Как тут все падает? Нужно залетать на... А, нет, вот сюда. Нужно залететь на обыкновенном джетпаке. А туда... А-а-а-а. Чуть-чуть-чуть-чуть не хватило. Так, все. Полетели наверх. Сообщили ему, что нормально работает с лазером. Так что... Ладно, посмотрим. Но я такую штуку точно делать не буду. Фарка вместо майнинга вэлов, вот этих вот колодцев копательных... Ну, буровых установок. Я не знаю, как эти штуки называются по-русски. У него есть такая же штука с карьером. Карьер делает оранжевую рамку. Брейкеры откусывают эту рамку, и он ресайкливал эти рамки. По-моему, у него до сих пор такая штука работает. Вот. Так что... На, ресайкли. Это вам, сэр. Ну, что, восстановили. Надо было произвести такую террористическую акцию. Да. Сейчас я произведу еще одну террористическую акцию. Не. О. Не люблю, когда некрасиво. А из-за тех проводов я себе наделываю трансформаторов. Потому что стеклянных у меня дофига, а золотых у меня мало. О. Ну, конечно, проблема в инжинах. Потому что, как я помню, у вот этой штуки... Не очень большой внутренний запас бюлкрафтовской энергии. И может быть сильно эффективнее действительно использовать золотую трубу. Нежели вот эти моторчики. Во. Так. И что? Что я разжился золотым проводом? Ну, что, он тут перестанет. А, он, кстати, тут не терял ничего. За два блока этот провод, по-моему, ничего не теряет. Золотой. Он теряет на третьем. Так что. Ну, ладно. Зато здесь покрасивше. О, можно пойти к кому? Кактус, фарк... Нет, фарк здесь. Ну, гравити. Кто такой, ну, гравити? Почему он с подчеркиванием на конце? Это что это? Это что это? Что это? Что это? Это тут черепаха и строят комнаты. Помогите с черепахой. Ха-ха. Помогите с черепахой. Мне бы кто помог. Эти несчастные черепахи тратят все мое несчастное время на их программирование. Ух ты. А, тут можно вылезти. О, тут пускают посмотреть, что внутри. Клево. О, компьютер. Крафтас. Ух ты, а у него замигал курсорчик. Это значит, пока в него не ткнулся. Он вообще не существует. Что это? Хилла ворлд. А, хилла ворлд. Иннет. А что такое иннет? Ну-ка, 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 ну-ка. А. Понятно. Неинтересно. А тут что-нибудь есть? Тут что-то... А, тут неизвестная дискетка. Это какая черепаха? Ладно. Электрик Фернанс. Забавное место. А чем оно питается, это ваше забавное место? Батарейками? Батарейками не клево. О, боже. Козы. Вау, богачество. Что тут еще есть? Что-то как-то тут больше ничего нету. И, судя по звукам, начала работать черепаха. О, тут крипер есть. Что, тексинг? Ой. Лимитировать. Во. Я сказал свои. Ой. Ой-ой-ой-ой. Мясо. Ой-ё. Враги. И сваливаем мясо и кожа. Но сваливаем. Что-то у меня совершенно нет никакого соображения, чем я же тут на самом деле занимаюсь. В принципе, примерно тем самым, чем я сейчас прозанимался и хотел прозаниматься. То есть, тупо проверить, что у меня все работает. На удивление, все работает. One piper, one second. У меня есть подозрение, что один моторчик, это же полный аналог бензиновых моторчиков. Один моторчик, у тебя мужик делает не одну трубу, а штук 20 труб, если их правильно подключить. Так что... О, еще корова, еще кожа. Правда, не очень понимаю, зачем у меня сейчас кожа, но может быть я буду делать еще ретриверы. Не на бакете скелеты начинают стрелять друг в друга. А если они попали в крипера, то крипер подходит к скелету и взрывается, нанося повреждения. Ну, в общем-то, все. Я на самом деле побегал. Ничего интересного я вам прямо сейчас рассказать не могу. Но, с другой стороны, я бы не сказал, что это совсем неинтересная серия. Так что, ребят, судя по всему, вы ее увидите. Ну, если не случится дождя, ядерные войны... А ядерная война у нас не случится. Кстати, стоп. А нет ли тут ядерных зарядов? О, как тут? Че-че-че-че-че-че-че-че-че-че-че-че-че-че-че-че-че-че тут? Откуда тут? Че это тут? Никто тут ядерных зарядов не насовал. А то мне тут обещали, что на сплавне должна быть ядерная бомба. А ее тут... Ну да, вроде как бы нету. Ладно. Можно починить. Правда, я спер немножечко отсюда гравия. Но мне гравий не нужен. Если честно. Так что, можно все застроить. Ой, на самом деле мне земля нужна для того, чтобы зафилить себе пол. Тут будет все в лесенках. Может запенить? Кстати, почему бы и нет? Но так тоже неплохо. Увидит. Опа. И никто не подумает, думает ничего. Единственное, чуть-чуть-чуть... Да. Спаун у нас раздолбанный. Точно так же, как раздолбаны мои мысли сейчас, которые абсолютно не сходятся друг с другом. И я не могу сказать ничего связанного. Так что, ребята, извините. Я пока буду... Ух ты. А, да, эту я штуку видел. 64 угля. Да вы чё. Так что я сейчас пойду смотреть на то, как мои черепахи чинят. Ой. А я, кстати, не смогу сделать бэк, потому что я два раза телепортился. Мне придется лететь наверх, для того, чтобы смотреть на моих черепах. И, наверное, где-то за кадром, между сериями, добавлю... У меня там где-то еще наверху были черепахи, для создания каменных половинок. И удалю все столики, потому что у меня есть очень жесткое подозрение, что в столике как раз-то нам и портят всю жизнь на сервере. Кстати, жизнь на сервере 13 ТПС нам улучшает. Ну и узнаю, к кому имеет смысл сходить, у кого будет интересно. И, наверное, поперерабатываю ее материю во что-нибудь. В общем, займусь абсолютно неинтересной фигней. И распланирую, как именно я буду делать у себя там крышу. Там есть некоторые нюансы, про которые придется потом рассказать. Это была 108 серия. Коротенькая, сумбурная, но весьма динамичная. И с вами был Ваня. Счастья, радости, пока. Субтитры создавал DimaTorzok